Продолжение следует... Я думаю, что вы уже не первый раз слышите этот термин, он вам знаком. На предыдущей лекции мы с вами разбирали организацию медицинской помощи населению Российской Федерации и говорили достаточно подробно о первичной медико-санитарной помощи. А сегодня подойдем к разбору этой темы с позицией требований времени. Потому что на сегодня бережливое производство – это та концепция, которая внедряется в сферу здравоохранения. Время ставит новые задачи, формирует новые вызовы в целом перед страной и, конечно же, это касается и сферы здравоохранения. И связано это с тем, что необходимо обеспечить разработку новых подходов и методов и форм работы медицинских организаций, которые бы изменили в лучшую сторону взаимоотношения с постоянно изменяющейся внешней средой. То есть меняется наше окружение, меняются требования к организации медицинской помощи. А безусловно, без управлениями учреждениями здравоохранения обеспечить эффективность работы сферы здравоохранения весьма сложно. Несколько слов или несколько минут об истории развития и возникновения бережливого производства. Надо сказать, что на сегодня история еще ее не завершена. И хотя бытует мнение, что бережливое производство это исключительно продукт, который возник непосредственно в Японии, этот подход на сегодняшний день является ошибочным. Потому что мы знаем, что еще в середине прошлого века, даже можно сказать, в первой-третьей прошлого века элементы бережливого производства возникли и успешно внедрялись в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, прежде всего это касается автомобилестроения, в Германии, в отрасли авиационной промышленности и в Советском Союзе. Это касается обороны и гражданской промышленности. Надо дать японцам должное в том, что они смогли изучить, обобщить, то есть систематизировать, стандартизировать всю ту информацию, которая была наработана в разных странах, оценить их опыт и присвоить им определенные японские термины, которые позволят достичь понимания любым человеком, вне зависимости от его уровня квалификации и интеллекта. Было бы не точным и не справедливым, если бы мы не вспомнили, что первое описание бережливого подхода к производству дозировано XVI веком. Именно тогда впервые в Италии была запущена сборочная линия строительства лодок на воде, которая на самом деле представляла собой определенный конвейер. В процессе доработки в создании этих лодок лодки перемещались между определенными рабочими станциями, которые выполняли определенный объем работ. Одним из основоположников бережливого производства считается и не напрасно американский промышленник Генри Форд, имя его вам достаточно известное, который впервые при производстве автомобилей создал модель производственного потока по типу конвейера. И этапы производства выстраивались таким образом, что соблюдалась последовательность процесса, применялись специальные машины, определенные датчики типа пуск, стоп, что обеспечивало изготовление и сборку компонентов, в которых нуждалась сборка автомобилей, всего лишь за несколько минут. И вот эти необходимые компоненты доставлялись непосредственно на линию конвейера. Вот именно Генри Форд и внедрил впервые идеи бережливого производства, хотя на тот момент они так не назывались. И основная суть этих процессов состояла в разделении операции готового изделия. Это исключало лишнее перемещение рабочих при выполнении той или иной процедуры и привело к очень высокой эффективности производства. Были сокращены затраты практически на 90%. Только вдумайтесь в эту цифру. Затем каждая из операций была стандартизирована, то есть были прописаны определенные последовательности действий, на них четко выделялось определенное количество времени. Безусловно, это привело к улучшению качества. Вот именно 30-40-е годы 20-го века и считаются точкой отсчета возникновения бережливого производства. В то же время идеи бережливого производства возникли в том числе и в Японии, в частности на фирме Toyota. В 1934 году фирма Toyota была переименована в фирму Toyota и вместо текстильных изделий фирма Toyota стала выпускать автомобили. Надо отдать должное Киичиро Тойота, который основал Toyota Motor Corporation, который занялся целью анализа производства, выявления проблем и поиска путей решения. В процессе вот такого аналитического подхода Киичиро Тойота пришел к выводу, что основным направлением повышения качества выпускаемой продукции является детальное изучение каждой стадии производственного процесса. Но дальнейшее расширение производства привело к возникновению новых и новых проблем, которые требовали оперативного реагирования. В этот момент Киичиро Тойота создал так называемые Кайдзен-группы, и мы термин Кайдзен с вами будем еще не единожды употреблять, и задачей этих групп стало непрерывное изучение всех стадий производства с последующим непрерывным и постоянным усовершенствованием. Помимо этого, свой вклад в разработку философии бережливого производства внес еще один основатель производственной системы Тойота, Таити-Она, который наблюдал за работой супермаркетов при очередном посещении Соединенных Штатов Америки, и понял, что в основе производства продукции должен лежать реальный спрос или стратегия вытягивания, то есть непланируемый объем продаж в стратегии выталкивания, а производства того, что пользуется реальным спросом. Вот эти его наблюдения легли в основу формулировки принципов, по которым работала и работает корпорация Тойота. Производить только то, что нужно, и только тогда, когда нужно. При появлении ошибки следует сразу же выявить ее причину, устранить эту причину и не допустить ее появления в будущем. Следующий принцип гласит о том, что все сотрудники, а также поставщики должны постоянно повышать качество продукции и совершенствовать производственный процесс. То есть мы с вами понимаем, что бережливое производство подразумевает динамический процесс, а не статический процесс. В конце 20 века вот эта философия получила распространение на Западе. что привело к созданию концепции, которая получила название Lean Production. надо отдать должное тому, что и в Советском Союзе в это же время подобные решения, подобная философия была внедрена в жизнь. Я думаю, что вам известно имя академика Федорова, который впервые в мире разработал индустриальный конвейерный подход к диагностике и хирургическому лечению офтальмологической патологии. Именно в это время в Советском Союзе появляются филиалы в различных точках Советского Союза, где осуществлялись операции офтальмологическим больным по принципу конвейера. И следует отметить, что это был первый пример внедрения принципа бережливого производства здравоохранения. Фактически концепция бережливого производства является американским осмыслением японского опыта организации производственных процессов. Поэтому на сегодня терминология бережливого производства изобилует огромным количеством специальных не только японских, но и английских слов. И мы сегодня с вами в ходе лекции о последующем на практических занятиях в этом убедимся. И уже к концу 90-х годов прошлого века формируется концепция бережливого производства, которая в начале 21-го века была признана в качестве концепции нового столетия. То есть в 21-й век весь мир вошел с пониманием того, что в любой сфере будь то производства каких-то промышленных товаров, будь то здравоохранения должно войти в сферу бережливого производства. Итак, что же такое бережливое производство? Есть ряд определений, свидетельствующих о том, что это многогранное понятие. Итак, что такое бережливое производство? С позиций авторов первой монографии о бережливом производстве. Это система организации производственного процесса, которая позволяет произвести больший объем продукции и услуг при меньших усилиях, при меньших производственных площадях, меньшем количестве оборудования и в то же время при полном удовлетворении ожиданий потребителя. следующее определение говорит о том, что бережливое производство это фактически бережливый менеджмент. То есть бережливое производство представляет собой современную концепцию управления предприятием, которая основана на рациональном использовании ресурсов, устранении всех возможных потерь, которых можно избежать, не уменьшая при этом качество продукта либо услуги. фактически бережливое производство подразумевает включение в процесс оптимизации оказания услуги всего персонала без исключения с максимальной ориентацией на потребителя. И, наконец, определение, которое дано в методических рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации, которое гласит о том, что бережливое производство это концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценностей с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала. Я понимаю, что на сегодня, сейчас, когда вы еще находитесь на пороге ознакомления с бережливым производством, эти определения звучат для вас несколько непонятно, но давайте мы с вами попытаемся разобраться во всех этих терминах, в частности, формирование непрерывного потока ценностей, вовлеченность персонала, для того, чтобы понимать, о чем все-таки гласит философия бережливого производства и как это реально применять в практической жизни. Бережливая методология нацелена на эффективное использование имеющихся ресурсов любой медицинской организации, на постоянное совершенствование бизнес-процесса, улучшение организации и условий труда. Иными словами, что это логистическая концепция управления, которая сфокусирована на оптимизации любых бизнес-процессов с максимальной ориентацией на потребности рынка и с учетом мотивации каждого работника. Итак, мы уже с вами говорили, что бережливое производство является концепцией нового столетия. И система бережливого производства, представляющая набор методов и инструментов, постоянное использование которых позволяет достичь максимальной эффективности, является на сегодня одной из наиболее успешных концепций в мире, которая дает возможность предприятию, учреждению достичь поставленных целей. философия бережливого производства основывается на производстве либо предоставлении оказания услуг как потока создания ценностей для потребителя. то есть мы с вами должны понимать, что вся деятельность системы здравоохранения должна быть направлена на производство продукта, который представляет ценность для потребителя. А потребитель в данной ситуации конечно же это пациент. Она основана на гибкости, на выявлении и сокращении потерь тоже будем с вами более подробно об этом говорить. Постоянном улучшении всех видов деятельности на всех уровнях организации, а также вовлечении и развитии персонала с целью повышения удовлетворенности потребителей и конечно же других заинтересованных сторон. В более таком емком понимании бережливое производство основывается на постоянном повышении удовлетворенности пациента, повышении результативности эффективности процессов, быстром и гибком реагировании на изменение внешней среды, то есть на запрос общества и упрощение организационной структуры, улучшение процессов управления. Бережливое производство это комплексный подход, включающий несколько компонентов. Это оптимизация процессов, подразумевающая разработку сквозных процессов с учетом потребности пациентов в данной ситуации, если мы говорим системой здравоохранения, с целью исключения потерь, негибкости и непостоянства. Следующий компонент это образ мышления и поведения. Это преобразование, которое обеспечит устойчивое изменение культуры работы под руководством непосредственно линейных руководителей. И, наконец, оперативное управление это оценка и контроль эффективности на всех уровнях организации. Фактически, идеалом бережливого производства является постоянное совершенствование, в результате которого формируется поведение работников, которое нацелено на достижение высоких результатов. И целью такого непрерывного совершенствования всех аспектов деятельности в организации является увеличение ценностей для потребителя мы уже об этом говорили, что главным заказчиком является пациент, улучшение потока создания ценностей и сокращение потерь. И о бережливом подходе мы можем с вами говорить только тогда, когда медицинская организация продемонстрирует высокий уровень самоорганизации, менеджмент, который опирается на корпоративную культуру. Это все придает большое значение ценностей, которые организация определяет, поддерживает и развивает. То есть медицинская организация должна понимать, что такое ценность и соответственно все ее мероприятия должны быть направлены на ее поддержание и развитие. мы уже несколько раз с вами говорили о совершенствовании и говорили о кайдзен термин, помните Toyota создал кайдзен группу. Дословный перевод означает кай это изменение, дзен это хорошо или лучшее и фактически кайдзен это концепция постоянного совершенствования, суть которая заключается в планировании реализации проверки и действий. Есть такое понятие как зонтик кайдзен здесь подробно описано что он собой представляет но я просто сегодня вам демонстрирую этот зонтик с целью информирования его существования от вас не требуется его знание главное чтобы мы с вами понимали что кайдзен это концепция постоянного совершенствования говоря о ценностях бережливого производства которые лежат в основе концепции бережливого производства мы должны с вами понимать что различает ценность точки зрения потребителя которая выражается через полезность для пациента а также есть ценности организационные которые установлены и сформулированы для организации собственников этой организации а также управленцев и непосредственно сотрудников этой организации то есть ценность с точки зрения потребителя и ценности организационные какие же организационные ценности бережливого производства Это обеспечение безопасности, формирование ценности для потребителя, клиентаориентированность, сокращение потерь, время как основная ценность, а также уважение к человеку. То есть любая организация формирует свои ценности и ценности набережливого производства являются перечисленные мною безопасность, ценность для потребителя, клиентаориентированность, сокращение потерь, время и уважение к человеку. Мы много раз с вами говорили о потерях и о потоке создания ценности. Давайте попытаемся с вами разобраться, что же включает понятие вначале поток создания ценности, а потом уже потери. Итак, поток создания ценности представляет собой все как создающие, так и не создающие ценность шаги, необходимые для прохождения пациента всех процессов. От момента его обращения в медицинскую организацию до получения качественной медицинской помощи и оформления документов. То есть поток начинает создаваться с момента, как пациент переступил порог медицинской организации и завершается моментом его выхода из медицинской организации. Все, что не добавляет ценности для пациента в процессе получения им услуги, с позиции бережливого производства рассматривается как потери. И соответственно эти потери должны быть устранены, либо же при невозможности их устранения минимизированы. Потерями считается любая деятельность, на которую расходуются ресурсы, но эта деятельность не создает ценности для потребителя, и потребитель за нее не готов платить. Давайте же попытаемся разобраться более детально. Итак, процесс создания услуги начинается с момента вовлечения исполнителя и завершается моментом получения им, этой услуги, заказчиком. Да, в нашей ситуации, конечно же, это пациент. Обратите внимание, что этот процесс разнородный. И примерно 85% наших действий, которые потребляют ресурсы, это потери, которые не добавляют ценности продукту или медицинской услуги. И эти потери можно исключить полностью. Ну, к примеру, пациент очень долго простоял в очереди в регистратуру, прежде чем получить талончик. Затем он начал искать кабинет, в который ему нужно прийти. Выяснилось, что кабинет находится на третьем этаже, но прежде чем он туда попал, он обошел первый этаж, посмотрел кабинеты, номера, второй этаж, и только поднявшись на третий этаж, убедился в том, что ему нужно было туда. Это все потери времени. Затем он оказался под дверью у врача, к которому пришли пациенты с опозданием, соответственно, его время сдвинулось. Он ожидает прихода врача, то есть приема врача. Вот это вот потери, которые можно избежать. Примерно 10% составляет потери второго рода. Это работа, которая потребляет ресурсы, не добавляет ценности, но без нее не обойтись. Например, заполнение истории болезни, выписка направлений на анализы. Это все нужно, но это тоже потери. И лишь 5% это та работа, та значимая работа, которая и представляет ценность для пациента. То есть вы видите, какие резервы у нас для оптимизации работы медицинской организации, для того, чтобы обеспечить удовлетворенность пациента. И, конечно же, с точки зрения пациента, большая часть работы, которая выполняется в медицинской организации, никакой ценности для него не представляет, и он за нее не готов платить. Но условно мы говорим не готов платить, потому что мы знаем, что система ОМС не требует непосредственно участия в оплате пациента, но тем не менее с позиции заказчика это не рентабельно. Как правило, при оказании медицинской услуги задействовано большое количество участников процесса. И, конечно же, пациент оценивает медицинскую услугу комплексно. С момента того, как он вошел в поликлинику, верхнюю одежду сдал в гардероб, простоял в регистраторе, затем пообщался с медицинской сестрой, дождался приема врача, потом медсестра продолжила выписку определенных документов, и затем он вышел из медицинской организации. Вот это все в целом воспринимается им как единый процесс. И, конечно же, от того, насколько слаженно работает персонал, насколько он заинтересован в быстром процессе оказания медицинской помощи, насколько он вовлечен, это и создает мнение пациента о результативности своего обращения в медицинскую организацию. На сегодня мы, конечно, с вами понимаем, что у нас очень много моментов, которые ухудшают мнение пациента о получении медицинской помощи. И, конечно же, возникает и неудовлетворенность у самих производителей медицинской услуги, то есть у медицинских работников. Ну вот иллюстрация этих моментов. Это создающая ценность наша, действия и не создающая ценность. Понятно, что сбор анализа, осмотр врача, проведение какой-то медицинской манипуляции, диагностических исследований, это как раз все те действия, которые создают ценность с точки зрения пациента. А то, как ему необходимо перемещаться из одного отделения в другой, с одного этажа на другой, каким образом вынужден перемещаться в медицинский персонал, каким образом проводится передача материала в лабораторию, ожидание результатов исследований, ожидание приема необходимых для данного пациента специалистов, оформление медицинской документации с позиции пациента для него никакой ценности не представляет, и ему это неинтересно. Соответственно, он за это не готов платить. На сегодня различают как минимум 7 видов потерь медицинских организаций. Это касается и перепроизводства, то есть пациент задает анализы, а они потом доктором не востребованы. Это и лишнее движение, это включает лишнее перемещение, и соответственно, выполнение врачовой функции не представляющей ценность для пациента. Это и ненужная транспортировка, расшифровка дана на этом слайде. Это и излишние запасы, это и избыточная обработка, дублирующие анализы, в частности, это и ожидание, и, наконец, брак или переделка. Это когда, к примеру, дается анализ с коротким сроком действия и приходится через какое-то время их пересдавать, потому что за это время не попал к врачу. Это минимум потерь. Давайте более подробно о каждом из видов потерь поговорим, почему они происходят и какие последствия влекут. Начнем с брака или некорректности совершаемых операций. Ну, это может быть и неправильный метод диагностики, неправильное назначение лекарственных средств, не только выбор препарата, но и его неверная дозировка. Это и нарушение правил использования медицинской аппаратуры. То есть вы видите, что это очень широкий спектр потерь. Причинами этого типа потерь является отсутствие должного контроля на разных этапах процесса. Есть такое понятие, как система по каёке дословно это защита от дурака. Мы о ней несколько позже поговорим. Это и несоответствие квалификации работника тем функциям, которые на него возложены. Это и проблемы с техническим обеспечением оборудования. И, конечно же, последствия этих понесут не только в моральную сторону имеют, но и влекут за собой дополнительные экономические затраты, а в худшем случае могут сформировать угрозу для здоровья и жизни пациентов. И, в частности, вот эти потери это наиболее затратные с экономической точки зрения потери, которые требуют устранения. Ожидание. Мы уже с вами говорили, что ожидать можно везде, имея даже запись. это со стороны пациентов. А со стороны сотрудников это тоже ожидание. Это ожидание работы информационных систем, которые работают очень медленно, ожидание пациентов, которые пришли не вовремя, ожидание принятия каких-то решений. Конечно же, основной причиной является нарушение в логистической системе оказания медицинских услуг. Помимо этого, может быть отсутствие указания руководства в ожидании каких-то согласованных действий, отсутствие планирования и, конечно же, поломка оборудования. Последствия проявляются в потере пациентом времени. Ожидал потратить на это 20, максимум 30 минут. В конечном итоге провел медицинская организация более двух часов. А со стороны сотрудников потери времени, конечно же, это снижение эффективности работы вместо трех человек принял двух условно. Следующий тип потерь или излишние процессы это назначение ненужных, непоказанных анализов, соответственно, заполнение ненужных документов, необоснованное хирургическое вмешательство. К излишним процессам относится избыточная обработка, к примеру, нерациональное распределение больных на сестеринских постах, где-то больше, где-то меньше. Это неорганизованная работа регистратуры, отсутствие профильных окон, непрописанные должностные обязанности медицинских работников, которые повторяют действия других. сотрудничества. Конечно же, это отсутствие штатов, необходимость согласовывать различного рода документы. Причинами является неизученный спрос и, соответственно, недостаток входящей информации. Последствия, конечно же, это экономические потери. Ненужная транспортировка, это, конечно же, прежде всего, транспортировка биоматериала для проведения исследований внутри корпусов больницы, между корпусами больницы, перемещение пациента не обоснованно из кабинета в кабинет или из отделения в отделение, соответственно, перемещение лекарств со склада туда, где они не требуются в ближайшее время. Это касается и транспортировки избыточной документации, результатов исследований при отсутствии медицинской информационной системы. Причинами, конечно же, является нерациональное использование площадей медицинских организаций, лишние зоны хранения, неудобное размещение оборудования, опять же, последствиями являются потери времени пациентов, соответственно, снижение удовлетворенности качества медицинской помощи. Для медицинских работников это снижение результативности работы. Излишние запасы проявляются в том, что в медицинских организациях зачастую есть техника, которая не используется. В некоторых организациях фрок с готовленным различного рода бланки, формы рецептурные, расходные материалы, лекарственные средства, которые в конечном итоге истекают срок годности и их необходимо утилизировать. Конечно же, причинами является неучет потребности ведущих формирование излишних запасов и плохо налаженные связи с поставщиками материалов. Конечно же, это прежде всего экономические потери. Перепроизводство заключается в том, что зачастую ранее полученные данные о больном не востребованы и проводятся повторно, дублируется информация в различных документах, дублируется назначение различными врачами-специалистами. Причинами конечно является недоверие к другим медицинским организациям и полипромазия. Экономические потери в том числе. Перемещение кабинета специалистов находится расположена нерационально, не в соответствии с потоком процесса обследования. Оборудование инструменты тоже отдалены от места использования. отсутствие специализированного оборудования в кабинетах врачей. Конечно же причиной является нерациональная организация рабочего пространства, отсутствие стандартов работы, отсутствие визуализации, о которой мы с вами будем говорить, и нарушение трудовой дисциплины. Последствием является то, что опять же это сопровождается потерей времени, задержками и простоями выполнения медицинских процедур. Брак мы уже с вами говорили. Еще один вид потерь, который добавлен к семи имеющимся, это потери человеческого потенциала, то есть нереализованный, неиспользованный человеческий потенциал. Вот эти потери чаще всего возникают тогда, когда руководство ждет от сотрудников исключительно выполнения рутинных операций, не хочет и не слышит мнения подчиненных, не желает выслушать их инициативу. Поэтому конечно же в данной медицинской организации, где есть потери неиспользованного человеческого капитала, потенциала, является неэффективная выстроенная система мотивации и излишний контроль со стороны руководства. Итак, принципы бережливого производства. Это ценность, это поток создания ценности, это обеспечение непрерывности потока, принцип вытягивания, визуализация, постоянное совершенствование и стандартизация работы. более подробно о каждом из них. Ценность. Мы уже с вами говорили о том, что ценность рассматривается с точки зрения пациента. То есть применяется правило думай как заказчик. Поток создания ценности. Каждый этап в потоке создания ценности должен создавать ценность для пациента. Если этот этап не добавляет ценности, не представляет ценности для пациента, он должен быть переработан или исключен или исключен. Помните, мы с вами говорили, рассматривали схему создания медицинской услуги. Непрерывность потока. Мы говорили о том, что бешневое производство это динамичный процесс. Поэтому выравнивание пропускной способности процессов позволяет организовать непрерывный поток создания ценностей, эффективно выполнять заказы потребителей с минимально необходимым количеством материальных и производственных активов в минимальные сроки. то есть непрерывная обработка без задержек и ожиданий. Вытягивание принципов это метод управления, при котором организация производит ровно столько продуктов и услуг, сколько требуется потребителю. Помните, мы говорили с вами об опыте японца, они пришли к поводу, что надо производить ровно столько, сколько необходимо и то, что требуется потребителю. Поэтому медицинский персонал должен давать пациенту столько услуг, сколько ему нужно и только тогда, когда ему нужно. Только тогда мы будем считать, что процесс производства медицинской услуги выстроен корректно. Визуализация. Главная задача визуализации это доступным, понятным способом информировать как пациента, так и медработника о том, что ему необходимо сделать. Считается, что необходимо 30 секунд. Он в течение 30 секунд должен увидеть информацию и понять, что ему надо делать. Постоянное совершенствование. Устойчивая тенденция к улучшению заключается в регулярной поддержке и анализе результата проведенных мероприятий по внедрению бирожливого производства. Организация семинаров по планированию дальнейших действий в области совершенствования деятельности клиники. То есть, недостаточно достичь какого-то уровня, необходимо все время совершенствоваться. И, наконец, стандартизация работы подразумевает построение четкого алгоритма, включающего последовательность и продолжительность цикла операций, а также количество необходимых для работы ресурсов, материалов, сотрудников медицинских аппаратов. Если попытаться более емко изложить принципы свести их до пяти, то мы видим с вами, что на первом этапе надо определить ценность, понять и вычленить, что добавляет ценность с точки зрения пациента, определить поток, поток создания ценности, то есть, определить шаги потока ценностей и выделить потери, обеспечить поток, то есть, это создание непрерывного, потока создания ценностей, позволить клиенту вытягивать, то есть, производить ровно то и ровно столько, сколько необходимо пациенту, и, наконец, постоянно совершенствоваться, стремиться к совершенству, непрерывно создавая ценность и убирая последовательные слои потери. Какими же инструментами располагает бережливое производство? Выделяют аналитические инструменты, которые позволяют выявить потери, оценить количественно эффективность существующих процессов, и прикладные, которые используются непосредственно для реорганизации рабочих процессов. К числу аналитических инструментов относятся корректирование потока создания ценности, хронометраж, диаграмма спагетти, пять почему метод гембо. О каждом из них мы с вами поговорим. К прикладным относятся система 5С точно вовремя, система камбан, система ТПМ и визуализация. Итак, аналитические инструменты их 5. Картирование, хронометраж, диаграмма спагетти, пять почему и метод гембо. Итак, первый инструмент картирование потока создания ценностей представляет собой анализ процесса с выделением вклада его каждого этапа в создание ценностей. Иными словами, мы с вами должны графически отразить этапы создания медицинской услуги и обозначить на схеме этапы, которые создают ценность, которые не создают ценность, это потери второго рода, но необходимы для осуществления процесса. И, наконец, этапы, которые не создают ценность вовсе, то есть потери первого рода, которые мы должны с вами стремиться полностью ликвидировать. И вот вы видите, что на этой схеме, вот эта схема картирования потока создания ценностей, только лишь зеленым отражено время создания непосредственной ценности для пациента. И в общем потоке вы видите, что это составляет всего лишь 20 минут. Другой пример где этапы создающие ценность перемежаются этапами не создающими ценность. Их еще называют мода потери. И вот мы благодаря созданию карты потока создания ценности видим, какие этапы у нас требуют оптимизации. Хронометраж используется для создания подробной модели процесса с указанием точного времени, которое затрачивается на каждый этап. Это позволяет нам выявить долю времени, которое затрачивается на добавляющую ценность для пациента действия. И конечно же позволяет выявить, оценить количественно сколько времени мы теряем на различных участках процесса. Вот на картах на картировании процесса вот эти потери обозначаются вот этими красными, их называют еще и жарами. то есть вот это вот точки потерь, которые мы с вами должны избежать и ликвидировать. Это является с помощью хронометража. На практических занятиях мы будем с вами этим заниматься, докторам. Диаграмма спагетти это визуализация физического перемещения сотрудников или пациентов, которые используются вот построение этой диаграммы, этот инструмент для того, чтобы выявить где у нас излишние потери на перемещение. Мы видим с вами вот хаотичное движение от одного к столу к другому, от одного кабинета к другому, что фактически и представляет собой беспорядочное расположение, которое не получило название диаграмма спагетти. Метод или инструмент 5. Почему? он позволяет выявить причинно-следственную связь и в конечном итоге выявить первичную причину, которая приводит к возникновению потерь. Метод этот называется диаграмма исекавы исекавы или еще называют рыбьи и рыбья кость. Она инструирует проблему в виде горизонтальной линии, а затем мы с вами стараемся выявить причины, которые ведут к формированию этой проблемы и, соответственно, это дает нам основание в последующем прийти к пониманию того, как нам действовать далее. Вот пример другой. Пациент остался недоволен, возникает вопрос, почему? Почему клиент недоволен? Почему мы не собрали временные рамки, указанные в договоре? Почему потребовалось намного больше времени? Видите, на каждое из них мы должны найти ответ. Почему мы недооценили уровень сложности работы? И, наконец, почему мы не учли индивидуальные этапы? Опять же, видите, каждый из почему имеет свой ответ. Соответственно, это дает возможность нам понять, где и что мы сделали не так. И, наконец, метод ГИМБА это фактически экспертная оценка ситуации, которая проводится руководителем. Руководитель лично наблюдает за тем, как реализуется процесс оказания медицинской услуги и реально понимает всю необходимость коррекции данного процесса. Помимо аналитических инструментов, существуют еще и прикладные инструменты, направленные на улучшение процесса. мы уже с вами говорили об этих инструментах, это 5С точно вовремя, канбан, система ТПМ и визуализация. Итак, наверное, вы больше всего слышали о системе 5С. Система 5С включает первые буквы принципов, заложенных в формировании этой системы. это система организации и рационализации рабочего пространства, которая включает 5 последовательных шагов. Это сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенство. И вы видите, все буквы в английском варианте, в русском варианте и в японском варианте начинаются с буквы С. Это система, которая позволяет достичь эффективной организации рабочего места, за счет визуального контроля. Итак, первое С – это сортировка. Выявляем нужное и ненужное и избавляемся от ненужного. Следующий этап – это соблюдение порядка, то есть всему должно быть свое место. место. Считается, что нужные вещи должны находиться на расстоянии вытянутой руки. Все, что нам нужно, не в первую очередь, естественно, должно быть отсортировано и размещено несколько поводок. следующий принцип содержания в чистоте и уборка. Понятно, что рабочее место должно содержаться в чистоте и иметь свой порядок. Стандартизация – это поддержание порядка. все это достигается путем создания стандарта. И, наконец, совершенствование – это достижение такого уровня, когда эти все превращения становятся рутинными, входят в привычку. таким образом можно отразить сортировка, соблюдение порядка, легко взять, на видном месте находится, легко вернуть на место, содержание в чистоте, стандартизация, видите, красные папочки, линия по мере возрастания значимости или какой-то другой принцип заложен, зеленые папочки, они тоже стандартизованы. наконец, совершенствование – это новая культура производства, выработка привычки и, соответственно, организация аудитов. Вот, что было до и вот, как это выглядит после. система 5С, схема, отражающая действия и результат. К чего приводит наше действие? Сортировка – это устранение ненужного отсюда, отбор исключительно нужных операций, рациональное использование пространства, это снижение времени операции, соответственно, повышение производительности, поддержание чистоты, это улучшение корпоративной культуры, стандартизация процедур, это стабилизация эффективных действий и привычка выполнения процедуры совершенствования рабочего пространства, это изменение поведения. Итак, следующий инструмент прикладной – это точно вовремя. Это система хранения и распределения ресурсов, которая позволяет создать требуемый результат процессов точно вовремя и точно в необходимом объеме. Вот как раз этот инструмент отражает систему вытягивающего облаточного производства, когда промежуточные изделия не подаются на следующую стадию, пока они там не будут востребованы, то есть точно в срок. Потребитель как бы вытягивает продукт с предыдущих ступеней производства. Не нужна манипуляция, соответственно мы ее не готовим, но как только пациенту нужна какая-то манипуляция или проведение диагностической процедуры, мы готовы ее предоставить точно вовремя в срок. Вот теперь инструмент канбан. В дословном периоде он означает сигнал или карточку. это средство информирования с помощью которого в последовательном процессе использования инструментов и оборудования подается сигнал о том, что настало время начинать следующий этап процесса. Конечно же этот инструмент наиболее эффективен в системе управления запасами организации и заключается в том, что поставляется исключительно необходимое потребителю количество продукции с минимальным количеством запаса. В здравоохранении это, прежде всего, касается запасов лекарственных средств и медицинских изделий. Это приводит к применению этой системы и позволяет избежать излишних запасов препаратов помним с вами, что они имеют срок действия. По методу Камбан бережливое производство следует следующим принципом. Не производить ненужный продукт, не приступать к работе заранее и производить продукт только при необходимости в нем. Вы видите, что вот это создается такая Камбан доска, на которой размещается информация с учетом времени, с крайним сроком выполнения, с приоритетностью, с ограничением незавершенной работы, с проверкой и отражением степени готовности. Вот следующий пример такой Камбан доски. Визуализируется поток задач стадии, это уже готов к работе, выполнена задача, этот находится в работе, это готовится к тестированию, это тестируется. вот и конечно же очень важно ограничить объем незавершенной работы. Вот Камбан карточки, которые представляют собой, вот в частности это касается запасов лекарственных средств и изделий медицинского предназначения, когда вот здесь стоит карточка разграничивающая минимальный запас и текущий запас. То есть необходимо нам мы знаем по прогнозам на сегодня выдать одну упаковку данного лекарственного средства, минимальный запас у нас составляет три упаковки, как только эта упаковка ушла, это перемещается впереди карточки и мы должны пополнить минимальный запас. Вот в этом заключается и как банк подход. Система теперь это всеобщий уход за оборудованием или всеобщее производственное обслуживание. Эта система представляет собой глобальную систему, которая предполагает стабилизацию и непрерывное улучшение процессов технического обслуживания, обеспечивает плановый и предупредительный ремонт, работу на основе принципа ноль дефектов и систематическое устранение всех источников потерь за счет всеобщего ухода за оборудованием и всеобщего производственного обслуживания. Она базируется на определенной политике, мы на ней подробно останавливаться не будем, нам важно понимать, что такой инструмент есть. И, наконец, визуализация представляет собой различные способы графического изображения, необходимые для работы информации об инструментарии, помещениях, устройствах, которые позволяют быстро ориентироваться в пространстве и находить необходимые инструменты и не только. Я думаю, что вы с визуализацией уже встречались в медицинских организациях, которые проходите практику или в которых вы обращались как пациенты. Вот пример визуализации. Вот визуализация, это причем фотографии, сделанные мною в Краснодарском медицинском университете. Вы видите, да, вот маршрутизация, визуализация маршрутов, это вход в симуляционный центр, прошу прощения. Это вот склад канбан, да, и мы видим с вами здесь маркировку разного цвета, которая позволяет очень быстро найти необходимые материалы. В медицине средствами визуализации относятся не только маркировка с цветом различных моделей инструментов одного типа, но и создание цветных цветного навигации с помощью цветных указателей или пинтограмм. Это позволяет сориентироваться правильно и пациенту, и медицинскому работнику. Вот это визуализация рабочего места, да, и вот тоже один из элементов визуализации. опять же это Краснодар, мы видим с вами, да, что у них визуализировано, здесь можно взять этот стол и необходимо его вернуть на место, потому что здесь четко обозначено место его расположения, его уже нельзя случайно забыть где-то в аудитории. Это касается расходных материалов, мы видим с вами, а это касается визуализации для маршрута пациентов, помощь пациенту сориентироваться и пойти в тот кабинет, который ему необходима. Конечно, возникает вопрос, в каких случаях мы применяем тот или иной инструмент. Обратите внимание, что исходя из типа потерь, мы с вами можем применить различные инструменты. Я не буду подробно на них останавливаться, но вы видите, что каждый из видов потерь подразумевает использование того или иного инструмента. организации. Итак, в завершении обсуждения бережливого производства мы с вами приходим к поводу о том, что бережливый подход направлен на совершенствование существующих процессов организации и он не сфокусирован на существенной реорганизации медицинской организации, которая потребовала бы крупномасштабных инвестиций, больших экономических затрат, но внедрение этого бережливого подхода дает возможность организациям здравоохранения достичь улучшений без больших инвестиций. мировой опыт внедрения бережливого производства в различные отрасли хозяйства и, конечно же, в здравоохранении ярко демонстрирует то, что уменьшить количество потерь, сократить дефекты и брак можно путем применения методик бережливого производства с обязательным формированием бережливого мышления у сотрудников. Итак, бережливая поликлиника. Применение бережливых технологий в здравоохранении является важным этапом в развитии системы здравоохранения Российской Федерации. Еще в 2016 году был разработан и внедрен пилотный проект, который так и получил название бережливая поликлиника. Предложения, которые были выработаны в ходе реализации этого проекта, вошли в состав, вернее, в основу формирования федерального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, который включен в состав национального проекта здравоохранения, а также был создан приоритетный проект создания новой модели медицинской организации. Я надеюсь, вы помните, что национальный проект здравоохранения включает 8 федеральных проектов, и первым из них является проект, который получил название развитие системы оказания первичных медико-санитарной помощи. Основные направления этого проекта оптимизация работы регистратуры, организация лабораторно-диагностических исследований, разработка навигации пациентов, повышение эффективности профилактической работы и повышение эффективности рабочего времени врачей, не только педиатров, но и узких специалистов, врачей общей практики. Федеральный проект развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи запланирован до 2024 начали реализовываться в 2019 году. На его реализацию выделено запланированное выделение 62,5 миллиарда рублей. Участие в создании и тиражировании новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, предполагается участие 85 субъектов Российской Федерации, всех субъектов Российской Федерации. При этом бережливые технологии должны быть использованы и введены более чем 6,5 тысяч поликлиник. Для реализации этого федерального проекта во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные центры первичной медико-санитарной помощи. Эти центры призваны оказывать методическую помощь по внедрению принципов бережливого производства в деятельность амбулаторно-поликлинического звенда. Цель федерального проекта это повышение удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи и эффективное использование ресурсов системы. в рамках реализации проекта реализуются следующие задачи формирование логистически эффективных потоков пациентов и персонала потоки пациентов должны быть разделены в зависимости от цели посещения сокращение сроков ожидания медицинской помощи повышение доступности медицинской помощи повышение удовлетворенности пациентов качества медицинской помощи и стандартизация лечебно-диагностических процессов. оптимизация рабочего пространства обеспечивающая безопасность сотрудников и пациентов выравнивание нагрузки между врачами и среднем медицинским персоналом разделение функций персонала внутри отдельных структурных подразделений эффективное использование материально-технической базы кадровых и финансовых ресурсов сокращения всех видов потерь создание эффективно функционирующих моделей процессов которые могли бы тиражироваться в другие медицинские организации и формирование лидерской среды медицинской организации способной проводить улучшения на основе применения проектного подхода я думаю что вы уже не первый раз слышите о проектном подходе и вам в процессе обучения в ВУЗе предстоит создавать свои собственные проекты как вы видите это тоже является составной частью бережливых поликлиник и так в соответствии с методическими рекомендациями утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации новая модель медицинской организации АШВС первичную медико-санитарную помощь представляет собой медицинскую организацию ориентированную на потребности пациента бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности за счет оптимальной логистики реализуемых процессов организованной с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства создающая позитивный имидж медицинского работника организация оказания медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступности и качества медицинской помощи эффективного использования ресурсов системы здравоохранения очень обширное определение но если вы вчитаетесь в каждое предложение которое включено в это определение вы поймете какую смысловую нагрузку несет каждая из них каждая из них своевременно и должно быть достигнуто в процессе организации создания новой модели бережливая поликлиника представляет собой концепцию медицинского менеджмента которая основана на неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь и предполагает вовлечение в процесс оптимизации медицинской деятельности каждого сотрудника и максимальную ориентацию на пациента сократить модель потери значит устранить все что увеличивает затраты времени и ресурсов необходимых для выполнения работы вот такое еще определение бережливой поликлиники как концепции медицинского менеджмента в соответствии с федеральным проектом перед здравоохранением поставлен ряд задач и хочу обратить ваше внимание на нижний график который демонстрирует задачу которая должна быть достигнута к моменту завершения федерального проекта а соответственно национального проекта здравоохранения это доля медицинских организаций которые участвуют в создании и тиражировании новой модели она должна достичь значения 72,3% числа всех медицинских организаций которые оказывают первичную медико-санитарную помощь то есть задачи стоят достаточно большие достаточно серьезные что же собой подразумевает создание новой модели медицинской организации которая оказывает первичную медико-санитарную помощь это подразумевает комплекс мероприятий которые направлены на соблюдение приоритета интересов пациента организация оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени это комплекс мероприятий направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет повышения эффективности деятельности медицинской организации переход на электронные документы оборот и сокращение объема бумажной документации вот такой комплекс мероприятий подразумевает процесс создания новой модели медицинской организации оказывающей первичной медико-санитарной помощи новая модель подразумевает создание медицинской организации которая ориентирована прежде всего на потребности пациента и на бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности за счет обеспечения оптимальной логистики выполняемых процессов и она призвана помимо организации с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства создавать позитивный имидж медицинского работника итак бережливое производство включает бережное отношение к пациентам бережное отношение к ресурсам имеется ввиду материально-техническим и конечно же бережное отношение к сотрудникам бережливая поликлиника призвана оптимизировать целый ряд процессов это и работа регистратуры создание доступной среды для маломобильных групп населения это внедрение электронной очереди мы мы должны избавиться от таких ситуаций это освобождение врача от работы которая им не свойственна в том числе от бумажной работы мы видим с вами что рук не хватает у врача это изменение логистики таких процессов как проведение профилактических осмотров диспансеризации обеспечения лекарственного обеспечения проведение профилактических прививок разведение потоков здоровых посетителей которые пришли на профосмотр за справками какими-то и лиц которые имеют заболевание и конечно же улучшение эргономики на рабочих местах персонала мы с вами говорили что это прежде всего система 5С вот так выглядит диаграмма спагетти о которой мы с вами говорили вот улучшение эргономики рабочего места то есть оптимизация конечно же это приводит к повышению эффективности деятельности и соответственно вместо одного пациента да будет принят два и более вот создание да среды для пациентов устранение очередей в регистратуре открытая регистратура так называемая и вот маршрутизация да визуализация которая позволяет пациенту сориентироваться куда и в каком направлении ему следует двигаться это кстати фотографии взяты из реальной жизни внедрение внедрение концепции бережливого производства в учреждение здравоохранения позволяет улучшить не только административно процессы но и клинические процессы и поток создания ценности выстраивается исходя из потребностей пациента направлен на усовершенствование внутренних процессов медицинской организации обеспечивает деятельность медицинских работников во время приема пациента проведения генетических мероприятий лечебных мероприятий реабилитации оформлении медицинской документации и все это совершенствование достигается за счет внедрения принципов бережливого производства и образ бережливой поликлиники на сегодня выглядит следующим образом оптимальная внутренняя логистика удобная эргономика в раннем нагрузке медицинского персонала оперативное решение любых проблем с минимальными затратами и электронный документ оборот на сегодня проводится оценка показателей бережливой поликлиники по в принципе по методическим рекомендациям по 9 группам показателей ну вот основные из всех 7 из них приведены на этом слайде вот так выглядит оптимизация работы медицинской организации вот такие возможны размещения таких баннеров которые позволяют пациенту сориентироваться если необходимо сделать прививку то вот вам необходимо пойти по такому маршруту если вы записались предварительно то вот пожалуйста ваш маршрут повторный прием врачу таким образом то есть возможности решения самые разные в то же время на сегодня существуют проблемы по внедрению бережливого производства которые могут быть связаны непосредственно с внедрением самих инструментов бережливого производства но что немаловажно проблемы возникают в связи с неприятием принципов и философии бережливого производства персонала то есть сопротивлением изменений и если проблема непосредственно связана с внедрением бережливого производства это неудобное расположение инструментария и что провоцирует лишнее перемещение трудности в обеспечении рабочих мест необходимыми материалами большая зависимость от поставщиков отсутствие корректировок и документов документов и выявления ошибок слабых сотрудников разных подразделений то непосредственно связанные сопротивлением это конечно же проблемы прежде его связаны с мотивацией сотрудников когда подавляется их инициатива сотрудники не мотивированы предлагают что-то новое это и обучение когда сотрудники не знают основ инструментов бережливого производства не понимают философию концепции бережливого производства это и отсутствие лидеров которые способны за собой увлечь и повести за собой неумение строить отношения с персоналом культура когда несовпадение целей персонала и целей руководства а даже несоответствия структуры когда концентрация полномочий осуществляется на верхних этажах управления помимо проблем есть еще и типичные ошибки при внедрении бережливого производства к числу их относятся непонимаемые роли руководства при внедрении системы бережливого производства построение системы которая не обладает необходимой гибкостью когда пытаются внедрить бережливое производство фрагментарно не начиная со снов когда произведено изменение рабочих мест но не изменились привычки когда осуществляется сбор данных но не реагирует на эту информацию есть такой термин паралитический анализ суть заключается в том что бесконечно проводится анализ ситуации но не принимаются никакие меры направленные на улучшение и отказ от поддержки извне на сегодня принято привлечение коучей которые обладают опытом внедрения бережливого производства и ничего нет зазорного если прибегают к их помощи какие же проблемы с помощью внедрения бережливого принципа бережливого производства в проект Бережливая Политлиника мы видим с вами что основные проблемы могут быть решены за счет внедрения принципа бережливого производства это и удовлетворенность с пациентом качеством и сроками получения медицинских услуг это и распределение сбалансированного Это функциональных обязанностей, это оптимизация информационных потоков, это стандартизация лечебно-агностических процедур, эффективное использование площадей медицинских организаций, это формирование компетенции персонала по быстрому выявлению проблем устранения. Однако ряд проблем решен не может быть. Это кадровый дефицит, это недостаточное финансирование, это уровень заработной платы медицинских работников, это организация системы оказания платы медицинских услуг, обучение медперсонала IT-навыкам и психологические особенности поведения посетителей медицинских организаций. Вы видите, что, да, доля нерешенных проблем небольшая, однако они не утрачивают свою значимость. В завершение мы должны с вами понимать, что бережливое производство вместе с бережливым управлением или с бережливым менеджментом обладает синергическим эффектом. И если на сегодня мы видим потребность ресурса таким образом, то на завтра за счет оптимизации процессов предотвращения потерь и сокращения их до минимального размера мы можем с вами достичь желаемого эффекта. И на сегодняшний день бережливое производство представляет собой одну из самых эффективных идеологий оптимизации любого бизнеса, это касается и системы здравоохранения, и использование его широко известных инструментов способно дать быстрый положительный эффект. Однако наиболее значительных и долговременных улучшений можно добиться лишь не для бережливого производства, как философию непрерывного совершенствования. То есть это, повторюсь, динамичный процесс, где нет предела совершенствования. Я хочу в завершение лекции обратить ваше внимание на то, что сегодня мы с вами говорим исключительно о бережливой поликлинике. Но на повестке дня стоит бережливое производство, а некоторые вузы уже добились звания бережливый вуз. Яркий пример тому является Кубанский медицинский университет, расположенный в городе Краснодаре. Надеюсь, что когда-то и мы с вами станем непосредственными участниками внедрения бережливого производства не только в систему здравоохранения Республики Крым, но и в Крымский федеральный университет. Благодарю вас за внимание.